Особенность, о которой я хочу рассказать сегодня, непосредственно связана с теми праздничными днями, которые сейчас празднуются по всей Европе и особенно в Германии. Эти шесть праздничных дней, которые закончатся 14 февраля в среду, называются Fasching или Fast Nacht. Это слово применяется только в Австрии, в Германии и в Швейцарии, а во всех остальных странах известно как карнавал. В русской традиции тоже есть этот праздник, называется он Масленица, насколько я знаю, он тоже сейчас достаточно распространен, но все равно я отношу это именно к особенностям европейского образа жизни, потому что карнавал здесь празднуют по-особенному, это действительно очень большое празднество и в этом участвуют все и взрослые и дети, даже можно сказать, что больше это праздник взрослых. Мне трудно представить такой праздник, например в России, вот именно с массовыми переодеваниями, подготовками, созданием целых клубов, музеев, костюмов и прочих, а здесь эта традиция длится уже больше 500 лет. Начинались они, как и празднование Рождества еще с Сатурналиев, и в каждой стране карнавал считается обязательным праздником, традиционным, такие же как Рождество и Баска, и они никогда не прерывались ни при каких правительствах, ни при каких революциях, и даже во время войн старались праздновать эти праздники. В эти шесть дней во всех городах, причем в Германии празднуют очень серьезно карнавал, он разделен на определенные регионы, каждый регион представляет свою форму карнавала. Одним словом, взрослые превращаются в детей, никто не стесняется переодеваться в колонские костюмы. Для программы, естественно, есть конкурсы на лучший феррайн, то есть на лучший клуб, на лучшую группу, на лучший коллектив, которые себя вот таким образом представляют. И важно, как это выглядит, самое главное, чтобы это было весело. По телевидению в эти дни сплошь идут юмористические программы, и смысл карнавала заключается в том, как и в древности это было в Сатурналиях, когда нары, то есть шуты, дураки или бедные вдруг становились господами, а господа начинали им прислуживать. Поэтому в эти дни принято дурачиться, куролесить, очень много пить, очень много есть, потому что еще и это время конца 40-дневного поста, и поэтому люди, как говорится, по полной отрываются. Ну вот можно увидеть вот таких тянущих тележки, которые раздают всем бесплатно пиво, детям во время шествия разбрасывают конфеты, мелкие игрушки. Даже в коллективах я вам скажу, что принято приходить в парике с клоунским носом, в какой-нибудь смешной шляпе. Скорее тебя в эти дни так воспримут лучше, если ты придешь в обычной одежде, тебя воспримут как зануду и скучного человека, могут немножко над тобой подтрунивать. Самое занимательное, что в кёлинском карнавале, в политическом карнавале, в этот момент идет знаменитое шествие, где представляются вот такие известные на весь мир фигуры, когда немцы пытаются шутить на различные темы, скажем так, на запретные, закрытые темы, или на темы, о которых можно говорить, но не в такой вот откровенной форме, как, например, потом на карнавале. Стараются представлять эти фигуры в особенно таком саркастическом виде, просто издеваясь над политиками. Вот, как вы видите, я сделал подборку из изображений Путина. Путин, ведущий Медведева как собачку на поводке, Путин, целующийся в засос со своей церквью и патриархом, или Путин, в одной стороне у него милитаризация, в другой стороне тощая экономика. Естественно, больше всего шутят над Ангелой Меркель, она представлена в различных видах. В последнее время очень много шутят над Трампом, ну вот, например, Трамп, насилующий Америку, или, например, вот это непонятное животное, в этом году оно изображает Польшу, Польша сжирает демократию и высирает диктатуру. Дальше, например, вот еще подобная жест культура, это Гитлер, высирающий партию НПД, это такая профашистствующая партия в Германии. Много смеются на темы ислама, что ислам не толерантен к сатире. И, вы знаете, никого до сих пор не убили, не зарезали, даже как-то мусульмане понимают, что это время таких специальных шуток. Я с трудом могу представить карнавал именно вот в такой форме, чтобы это были массовые шествия парады, чтобы там не стояли полицейские, а вы, как видите, это абсолютно свободно, никто не переживает о том, что вдруг это перерастет в какие-то беспорядки. Я не могу представить себе фигуры Путина, которого там кто-то имеет, или, я не знаю, насилует сам Путин кого-нибудь. Это просто невозможно и не трудно себе представить. А вот в Европе могут шутить на эти темы. Сайт Денаром. То есть время шуток. Шуты позволяют себе все, что угодно. Заканчивается карнавал всегда в среду. Этот день называется Ашмитвух. Ашмитвух в этом году, как я уже сказал, совпадает на 14 февраля, на день Святого Валентина. Ашмитвух переводится как «Среда золы в народе». В этот день в Ашмитвух принято похмеляться. Люди начинают есть специальные салаты и специально приготовленные блюда, специальные напитки для того, чтобы восстановиться после 5-6 дней гулянок. Добавить, что живущие в Германии почти по неофициальным данным 5 миллионов русских почти никогда не принимают участия в подобных праздниках. Русские люди почему-то считают, что это либо неприлично, либо это глупости, либо это нам не подходит, либо еще как-то. Я очень часто слышал от немцев такие нарекания, что русские люди не могут расслабляться, они не умеют шутить сами над собой, и они именно не приучены к такой традиции. Поэтому я отношу празднование карнавала к особенностям западной жизни, и по большому счету, если вы когда-нибудь попадете в Европу, всегда в начале февраля вам придется или удастся как следует оторваться на карнавальных празднованиях.